Привет, просветители! Всякий раз, когда в моих роликах звучит страшное слово, да отстаньте вы уже со своим Кравцовым, уже реально не смешно. Страшное слово. Развод? Чувствуете, как сразу же традиционные ценности зашатались? В комментариях в обязательном порядке появится что-нибудь вот из этой серии. Я вообще считаю, что воровские алименты и все пособия от государства, включая мат-капиталы, нужно отменить для разведёнок. Вот тогда-то сразу разводов меньше будет и семьи крепче. Или из этой. 60% разводов по инициативе женщин. И меня всегда удивляли подобные претензии. А что, надо было терпеть до победного? Не, ну по мысли первого комментатора, безусловно. Забавно, что когда женщина не уходит и терпит буквально всё, вплоть до побоев, в итоге виновата окажется всё равно она. Не, ну а что она не уходила? Значит, всё устраивала. Какие теперь претензии? Да никаких, чувак, никаких. Успокойся. Иди вон лучше, телеграмм Медведева почитай. Вообще идея, кто решил разводиться, тот и виноват, не нова. Но, по-моему, максимально несостоятельно. Если мы говорим о домашнем насилии, то, естественно, условного Васю-боксёра или Машу со сковородкой всё устраивает. Чего им разводиться-то? Они отлично самоутверждают за счёт супруга, чувствуют себя важными и офигеть какими незаменимыми. И в качестве приятного бонуса Василий получает прислугу, а Мария-банкомат на ножках. Естественно, они будут бороться за семью до последнего. Основное веселье начинается, когда сторонники теории, кто последний, тот и вода, ну, кто разводиться надумал, то и женщина, не просто выходят в интернет, чтобы комментарии оставить, а целую статью выпускаю. Во всём виноваты бабы. Огромное спасибо моей подписчице, которая скинула мне этот кусок текста. В общем, сегодня, друзья, мы попытаемся понять, что не так со всем женским родом и ещё с Андреем Суховым. Хоть и тема эта уже затёртая до дыр, но, тем не менее, я думаю, говорить об этом нужно. Развалив семью, оставляя детей без отцов, отжимая ресурсы или в угоду своей распутной натуре. Отличное начало. То есть, уважаемый Андрей даже не допускает мысли, что распутной натурой могут обладать и мужчины. Изменяют только женщины, что ли? Но не волнуйтесь, автор нам всё объяснит. Лучше бы он этого, конечно, не делал. Многие женщины любят себя оправдывать словами «виноваты оба» или «он меня бил, пил, изменял, мало зарабатывал, не уделял внимания». То есть, виноват он, козёл муж, а она, дескать, не при делах. Как и пунктуация во всей этой статье. Вообще, не при делах. Простите, это была минутка русского языка с Остаповым. Вообще, конечно, интересно узнать, а кто виноват, если муж бьёт, пьёт и изменяет? Господи, какой же я дурак. Естественно, женщина, кто же ещё? Хотелось бы сразу обозначить, в каком случае, на мой взгляд, виноват мужчина. Мужчина виноват в развале семьи только тогда, когда сам женщину тащил в ЗАГС. А потом, когда появились дети, сам же подал на развод. Во всех остальных случаях, виновата женщина. Удобно, ничего не скажешь. Меня всегда удивляет в подобных Андреях эта уверенность, что люди никогда не меняются. Вот стали вы вместе жить сразу же после универа, и через 10 лет отношений, те же самые персонажи вообще не поменялись. Человек не может найти новые интересы, не может стать заложником пагубных привычек. Хотя тут опять же жена виновата. Взгляд на жизнь, конечно же, ни у кого не трансформируется. С самого первого дня отношений сразу же всё понятно, что будет аж через 20 лет. К сожалению, такой прозорливостью обладает, похоже, только Андрей. Много ли мы знаем историй, когда мужчины подают на развод? Тем более при наличии детей, что очень важно. Ещё меньше, когда мужчины тянут женщину в ЗАГС сами. Вот это, безусловно, аргумент. Хоть в сочинении на ЕГЭ вставляй, максимальный балл обеспечен. Я, может быть, для кого-то сейчас огромный секрет открою, но в России вторая смена для женщин всё ещё норма. Берём офисный планктон. Работают оба, получают плюс-минус одинаково, но вот дома еда, стирка, уборка всё ещё на женщине. Потому что мужчина глава семьи, и кто ещё убирать-то будет? И в такой ситуации зачем ему что-то менять? Он сыт, обмыт, сексуально удовлетворён. В дальнейшем нам Андрей объяснит, что быть пьяницей, бить жену и ходить налево вообще для мужчины нормально. И это вовсе не повод для развода. Я не знаю ни одного мужчины, который пришёл с работы в уютное жилище, где царит добродушная атмосфера и вкусный ужин, начал бы бить свою жену. Более того, я удивляюсь, насколько нужно вывести мужчину, чтобы он начал бить бабу. Стало быть, спровоцировала. Сама виновата. Вау, понимаете? Андрюша не знает. Господин Сухов, а вы точно не учёный? Просто с такими заявлениями. А я вот лично знаю родителей, которые над детьми издевались. Хотя эти малявки, наверное, сами виноваты. Как же хорошо жить в розовом мире Андрея, где просто не существует людей, которые наслаждаются возможностью унижать и оскорблять других просто потому, что те другие слабее. Ну а про спровоцировала у меня даже отдельный ролик на канале есть. Если ты, дружок-пирожок, не можешь держать свои кулаки под контролем, тебя от общества надо изолировать. А то вдруг тебя дочь двойкой по математике спровоцирует или глупый сосед велосипедом на лестничной клетке. Кто ударил, тот виноват. Ну, если речь, конечно, не идет о самозащите. Побои вне закона. У людей есть язык. Если тебя кто-то настолько раздражает, что ты готов с кулаками наброситься на этого человека, может быть, стоит просто уйти? А еще можно применить логику Андрея. Ты что, не знал, на ком женился? Сам же выбирал. Сам и виноват. Или это только дамы умеют скрывать свою змеиную сущность. Просто там дальше вот такой пункт. Я не знаю ни одного мужчины, который бы начал пить в браке от хорошей жизни. За этим стоит какая-то душевная травма. Тот же психопрессинг и вынос мозга со стороны жены. Отсутствие поддержки жены. Ну, а если он нередко выпивал до брака, то какие претензии? Она не видела, за кого выходит замуж? Сама виновата. Понимаете, Андрей опять не знает, не видел, а значит, этого не существует. А вообще, правда здорово обвинять в алкоголизме другого человека. Гениально. Интересно, что в том, что жена выносит мозг мужу, виновата жена. Это она просто плохая, а не мужчина ее довел. Ну, а в том, что муж становится алкоголиком, опять же, виновата жена. Потому что она его не поддержала. В общем, в любой ситуации обвиняйте женщину. Андрюш, ну по твоей же логике, какие к женщинам могут быть претензии? Мужчина что? Не видел, кого с собой в ЗАГС вел? Ты сам выбрал женщину, которая тебя доводит и превращает в алкоголика. Где были твои глаза до свадьбы? Сам виноват. Но, как вы понимаете, тут стрелочка не поворачивается. Только девушки должны все рассчитать до свадьбы. Мало зарабатывал. То есть, когда она замуж выходила, он был миллионером. Но что-то стряслось, и он стал мало зарабатывать в браке. У бедной женщины опустились руки. Так это получается, она его предала в трудную минуту? Ах, он и до брака мало зарабатывал. Тогда зачем она вышла за нищего, если только деньги нужны, а не человек? И потом, мало зарабатывал относительно чего или кого? Совсем нечего кушать? Или меньше зарплаты, чем у Манькиного мужа Васьки? Очевидно, алчная. Сама виновата. А зачем он женился на девушке, которой только деньги нужны? Андрей реально не понимает, что его каждую фразу можно отзеркалить. А, я же все забываю, что это мы, мужчины, не способны будущее предвидеть. А вот женщины, совсем другое дело. Может быть, наш автор не знает, но финансовый вопрос действительно очень важен. И порой может развалить семью. Когда появляются дети, расходы вырастают в разы. И тот бюджет, который еще вчера оказался нормальным, сегодня трещит по швам. Да и далеко не всегда молодые люди, вступающие в брак, в принципе понимают, как финансы работают. Вау, зарплата 10 тысяч! Это ж сколько можно накупить чипсов и кока-колы! Особенно, если оба супруга только что из-под маминого крылышка вылезли. Другой момент. А это реально одна из основных причин развода? Мало зарабатывал? Ну, окей. Претензии снимаются. Женщины хотят денег. Исключительно денег. Все они алчны. Согласен. Изменял. Значит, сегодня у него в постели болит голова, а завтра она кричит, что изменил? Мужчина, который постоянно удовлетворен хотя бы минетом, не пойдет другой женщине. Выходит ленивая задница, не способна удовлетворить мужа. Сама виновата. Еще немного гениальной аналитики от Андрея. Изменяет только тот, кто не удовлетворен. Не хочется опять рушить плюшевый мир нашего эксперта, но порой сексуальная жизнь в семье может быть отличной. Но... Вон там новое тело. Интересно, а к женским изменам автор так же спокойно относится? Ну, просто муж, ленивая задница. Вот женщина и пошла оральные утехи на стороне искать. Еще очень хочется верить, что Андрей не относится к тем борцунам, которые выступают за обязательную женскую девственность до брака. А то никакой проверки на совместимость темпераментов в постели нельзя. А потом бац и... Ты ленивая задница. Товарищи, которые выступают за мужские права и выпускают подобный бред. Они не чувствуют, что тем самым унижают мужчин. Ну, типа, если во всем виноваты женщины. То есть мужчина изменяет только из-за женщины, поднимает руку только потому, что женщина плохая, начинает спиваться тоже из-за бабы. У мужчин вообще нет никаких внутренних сил. Всем только женщины управляют. По-моему, это как-то странно смотрится. Не? А вот, кстати, радостный комментарий от почитателя Таланта Андрея. Если бы я такое услышал хоть от одной бабы, ну сразу под сраку без вариантов. Красные дни? Да пофиг вообще. Устала? Не смеши мои подковы. Нет настроения? Так вот, после и появится. Отказ мужчине в сексе независимо от причин. Ну, кроме разве болезни? Болезни, а не болячки. Это все, конец. Ничего хорошего дальше не будет. А будет только хуже. Эээ... Можно я не буду это особо комментировать? Молодой человек, вам, похоже, лечиться надо. Если вам доставляет удовольствие секс с партнершей, которая этого самого секса не хочет. Это вообще-то преступление. Это ж как нужно в том числе и себя не уважать. Ну, знаете, это красивое слово. Страсть. Ты чувствуешь себя сексуальным. Она чувствует себя сексуальной. Или вот как вариант. Ты просто полежи пять минуток спокойненько. И все. Выбор, как говорится, очевиден. Андрей, прошу, обратите внимание на героя. Вы здесь буквально пару абзацев назад утверждали, что не знаете мужчин, которые могут вести себя агрессивно, просто потому что. Ну, как говорится, зайдите в свои же комментарии. Не уделял внимания. Ну, тут просто хочется ругаться матом. Это самое внимание к ней измеряется в чем? В комплиментах, в подарках, в усипуськах с ней? Я считаю, не уделял внимания. Это самое мерзкое оправдание развалу семьи. Как вообще такая гнилая баба смеет играть другими жизнями, манипулировать судьбами детей и мужа с помощью закона, прикрываясь нехваткой внимания к своей персоне. Внимание тоже нужно заслуживать. Если его не было, то, соответственно, сама виновата. Ну, что ж, друзья, мы только что прослушали онлайн-пособие по виктимблеймингу. Сама виновата. А это же только женская проблема, когда твой партнер не уделяет тебе внимания. Андрей, проснись. Ты только что обвинял жену в том, что она не может удовлетворить мужа. А ты уверишь, что он заслуживает ее сексуального внимания? Внимание надо заслужить. Или оральные ласки строго по расписанию. А вот комплимент... Это ты еще поработай ради комплимента. Так что никакого оправдания изменам из-за больной головы. Сначала заслужи внимание жены. У Андрюши с логикой вообще проблемы. Порой, что мужчина, что женщина могут чувствовать, что партнер больше не заинтересован в тебе. И это, кстати, вообще не редкая ситуация. Проблема в том, что некоторым и так норм. Не разговаривать, не оказывать знаки внимания, не проявлять свои чувства. И страдают от этого не только женщины. Любимыми и желанными хотят быть и мужчины. Да, это большая работа поддерживать огонь в отношениях. Если другому человеку это просто не надо, и так живем как нормальные люди. Какое нафиг свидание? А второй нуждается в этом внимании и заботе. Это не повод гнобить второго и заявлять сама виновата. Андрей, ну ты же только что обвинял жену в алкоголизме мужа. Потому что она не поддержала. А он точно заслужил, чтобы его поддерживали и обращали внимание на его психологическое состояние. Почему эмоционально холодная женщина это разрушительница семьи, а безразличный мужчина, ну тип норм, заинтересуй. Кроме того, очень распространенная причина развода это влияние тещи, которая частенько лезет в отношения. И без чьих норовоучений доченька ну никак не может обойтись, даже имея уже свою отдельную семью. Но тут нужно было оторваться от маминой сиськи. И служится уже мужа, а не маму. Сама виновата. Кстати, что не скажешь о свекровях. В силу их женской солидарности отношение к жене сына зачастую положительное. Еще немного статистики, о которой никто не просил, но мы ее получили. Понимаете, это вообще дикая редкость, когда молодая жена получает в свой адрес миллион претензий. Мой сыночка Корзиночка вообще-то по утрам к оладушкам привык. Это что за бутерброды? Разумеется, что и корнем этих всех проблем являются матриархальная пропаганда и государственные законы, которые используют женщин как рычаг для развала семьи и мужского геноцида. Но если на минуту представить, что женщина вполне здравомыслящий человек, они ведь все себя такими считают и такими личностями. Андрей, может быть ваша проблема основная и заключается в том, что вам представлять надо, что женщина это здравомыслящий человек и личность. Им в руки даны такие права, забирать детей и разводиться. Если они пользуются этим правом по любому поводу, то это уже не хранительница очага, это обезьяна с гранатой. Мужчины этого не делают, хоть и порой причин развестись никчемной бабой более чем достаточно. Никчемная баба, обезьяна с гранатой, беспристрастность. Никаких тут виноваты оба быть не может. Если бы виноваты были оба, то тогда и подавали бы на развод примерно 50 на 50. И мужчины и женщины. Это было бы логично. Но мужчины крайне редко иницируют развод. А значит в развале семьи виноваты только женщины и точка. Этому нет оправданий. Интересно, почему это пьяница, гулёна и абьюзер не подаёт на развод? Давайте попытаемся Андрею объяснить. Да не, не надо, это бесполезно. Не, ну может быть хоть кто-нибудь сможет мне объяснить, почему домашний тиран не хочет избавляться от своей жертвы. Ну просто вообще непонятно. Если вдруг эту статью читает прекрасный пол, специально для них напишу большими буквами, чтобы лучше было видно. В разводе всегда виновата женщина. И да, виноваты женщины не только в разводе, да собственно плевать на эти разводы. Самая главная вина их перед детьми, которых оставили без родных отцов. Ведь дети-то не виноваты в том, что их матеря виноваты. Матеря? Матеря кого? Эх, вот бы было здорово, если бы женщины ради детей терпели оскорбления, побои, измены и алкоголизм. Вы просто представьте, какие счастливые семьи получились бы. Ммм, идеальное детство. По версии Андрея. Андрей, пожалуйста, не пишите больше. Возможно, вам лучше сконцентрироваться на чтении. Совет от чистого сердца. Друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, так оно наберет больше просмотров. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм, там интересно, и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы материально поддержать меня, то можете перейти по ссылке в описании на мою страничку на Boosty. Кстати, сейчас на экране вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное вам спасибо. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok